Скифские поселения Они ограждались мощными каменными стенами, иногда даже укрепленными башнями, иногда верхняя часть стены сооружалась из сердцовых кирпичей, как это видно на примере оборонительных стен, мол, этого же не существующего Неаполя. Известно, мол, целая группа памятников, на которых, вернее, сохранились земляные валы и выкопанные перед ними львы. Скифские считаются таковыми, например, Усть-Альминское городище Барут-Ханая-Залесия. Но в некоторых случаях Булганак и Карменциена в решении вала возводили каменную стену. Очень верятно, что система обороны с помощью валов и рвов появилась у скифов, считают, заметьте, только не смейтесь, археологи, у скифов после войны с эллинами, когда они познакомились с действием стенобитных машин, о которых, кстати, нет упоминания в этих войнах. Ну, подразумевается, что они были и были ли таковыми эти, уничтоженные, похожими на некие взрывы огненных бомб или еще каких-то плазменных вооружений, всевозможных, так сказать, разрушений в поселениях. Так ли, это вот такие были стенобитные деревянные качалки, которые долбили стену, как вы помните, из описываемых своеобразных крепостных сооружений, как у эллинов, так и позднее у ромеев, для уничтожения стен. Вы думаете, что так оно и было? Мы думаем, наоборот. Скорее всего, иные средства могли уничтожить, в том числе и катаклизм, уничтожить все эти сооружения и все эти стены на скалах ли или в долинах Таврииды. Ну, для археологов все понятно. Рвы должны были затруднять подвоз к стенам таранов, а валы, нечувствительных к их ударам, как вы знаете. В таком ключе были, мол, организованы укрепления бывшей греческой усадьбы в бухте Ветреной на Южно-Донузлавском поселении и Беляуси. Беляуси, вернее. Причем валы сооружали так, чтобы внутренней стороной опираться на стены эллинских построек, которые в данной ситуации превращались уже в оборонительные сооружения. С них можно было бы обстреливать наступающего неприятеля на Беляуси. Вне системы обороны так же органично, мол, ходил каменный мост, переброшенный через ров. Или это был период уже, так сказать, по катаклизме и разробленности и хаоса, все вот эти сборные из различных, так сказать, строительных элементов сооружения. Или же попросту все, что мы видим, если вот так представить наши города, и потом, если какие-то разрушения их подвергают, при том засыпать все это землей и раскапывать, вот такие же фантазии будут у вас появляться в голове при определенной, так сказать, академической обработке этих головок. Итак, как же жили скифы, так называемые, по данным будто бы археологии, но это сбор мешанина из разных эпох, в разные периоды экзистенции этих территорий, учитывая глубину раскопов, то чаще, что чаще не берется во внимание. А брехней насчет так называемых культурных слоев может быть сыт только неуч. Ну и так далее. Территория же, ограниченная оборонительными сооружениями, застраивалась различными жилыми и хозяйственными постройками. Это естественно. Но обычный, считается, поздний скифский жилой дом представлял собой небольшую прямоугольную постройку, стены которой в нижней части были сложены из камня, а верхняя из сердцовых кирпичей. Заметьте. Это, естественно, у археологов считается так называемое здание типа Мегарон, Мегарон по-аэллински, по-гречески большой дом. Сами понимаете, что вот эти сердцовые кирпича на стройке говорят о многом, что вот эти о вторичном использовании после определенных катаклизмов этих сооружений. Надо заметить, что подобные постройки в северном припалантийском регионе, при Черноморье нашем, открыты только, считается, на поздний скифских поселениях, помимо названных еще и в Золотой Балке на Нижнем Днепре. И, по-видимому, могут рассматриваться и рассматриваться археологами как результат собственного творчества скифов в области архитектуры. Конечно, несколько более примитивного, чем высокоэллинские, так сказать, архитектурные образцы. Использовались домами горонного типа по-разному, считается. Некоторые из них служили жилыми, другие хозяйственные, третьи общественными, часто культовыми даже помещениями. В этом смысле считается, есть такой один любопытный дом, раскопанный в районе так называемого Неаполя. Он представлял собой довольно монументальную постройку со штукатуренными изнутри стенами. На штукатурке был нанесен орнамент, выполненный яркими красками, следы которой сохранились. Кроме того, штукатурка буквально испещена рисунками, так называемыми граффити. Здесь изображение людей, животных, стенобитного орудия для танарана даже, сарматских знаков и многие другие. Но совершенно ясно считают археологи, что автор этих рисунков не был профессиональным художником, а некий любитель, может даже, так сказать, житель этого помещения, здания, помещения, трудно сказать. Точнее, авторов даже могло быть и много. Очевидно, люди собирались в этом здании часто и надолго. Некоторые из них периодически брали в руки гвоздь или уструю палочку и осколки царапали на стенах. Психологические близкие аналоги нетрудно отыскать на стенах, заметьте, современных построек. Конечно, сейчас более иными средствами это все совершается. Но психологически это так. Но вот психологическое объяснение археологов всего этого тоже заслуживало бы соответствующего обследования в соответствующих учреждениях. В общем, сейчас довольно сложно установить, считают археологи, для чего люди собирались в этом доме. Но не исключено, что для участия в каких-либо культовых церемониях. А может, все-таки более простых вещи в этом должны быть учитываться. Например, какая-то лечебница. Ну, в общем, характерная не только для того времени, но и для нашего, например. Творчество ведь, как говорится, лечит. Еще отмечает, что помимо наземных домов, скифы сооружали много полуземлянок. То есть построек, частично углубленных в землю. Заметьте. Вот это вот интересно. Понятно, что они, все эти постройки, были в глиняных слоях. А глина каким образом появилась на этих землях? Пала ли она с неба, или принес ее потоп, или это остатки по катаклизме? В общем, друзья, на эту тему вы можете найти много интересных исследований о альтернативных, так сказать, творческих специалистах на эту тему. В общем, эти наземные дома открыты практически на всех подвергавшихся раскопкам поселениях. Значит, катаклизм пролетел, пронесся по всей Тавриде. Полуземлянки бывали разных форм и размеров, но по площади обычно уступали таким, так сказать, домам реальными. Иногда их делали прямоугольными, складывая наземную часть из сердцовых кирпичей. Иногда круглыми, шалашеобразными из жердей, покрытых глиняной обмазкой. Сами понимаете, что это же также надо воспринять как очередной постапокалиптический период, когда прибывшее поселение, население в эти местности обустраивалось на голых землях и, так сказать, использовало под рукой все, что давала природа. Но подобного рода конструкции, считают археологи, важный элемент поздневскифской культуры, не претерпевший принципиальных изменений во все время ее существования. Значит, по-нашему, это было то же население, что и до катаклизма? Друзья, как вы считаете? И можете ли вы согласиться с нами? Тем более, есть вопросы к материалам, из которых изготавливаются погребения, кстати. Однако, их реальное происхождение, методы строительства и временное нахождение по существу табуизировано в определениях. А по выводам на их счет, археологам нельзя видеть правдивую картину ни эпох, ни тех, кого, мол, погребли в этой земле. Немного коснемся этой темы, но, как говорится, нельзя обойти ее вниманием. Но очень коротко и вскользко. Рядом, по определениям археологов, с поселениями располагались кладбища. Некрополи. Самым выдающимся погребальным памятником поздних скифов, считается, бесспорно был мавзолей знатий, примыкавший с внешней стороны к оборонительной стене у главных ворот, так называемого Неаполя. Мавзолей представлял собой почти квадратное здание, стены которого в нижней части были сложены из крупных камней, а верхний из, опять заметьте, сердцовых кирпичей. В стене над деревянной, возможно, позолоченной дверью, которая вела во внутреннее помещение, замуровали собаку. Кстати, это действительно был такой обычай. Животные, очевидно, играли заметную роль в заупокойном культе, если вы помните. Мы об этом рассказывали, да? О зороастризме, ну и других религиозных течениях, а также в Страбоне, в статье «Страбон наших дней». Но их изображали на надгробных стеллах, и прежде чем окончательно засыпать склепы, заполняли остатками людей, туда они иногда опускали несчастных собак. Ну, таков, мол, было бычий. Так ли это? Еще, конечно, предстоит разобраться. Но этот мавзолей воздвигли на погребение в каменном ящике «Энат», который был составлен из четырех прекрасно обработанных плит. Это забавное, конечно, сооружение, и грифоны, без них никак нельзя. И выдающийся, но работающий для властей антрополог Герасимов, который, как известно, из уже определенных исследований искал. Он, действуя по указку властей, что уже доказано, исказил наших предков, в том числе делая с них изображения, и, так сказать, восстанавливая по черепам облик всевозможных властителей и прочее, это Мерлана, доказано, что в угоду официальных теорий он поступал. Возможно, мы не будем так же доверять его изображению некого скифского вождя, вероятно, погребенного в этом саркофаге. Он сделал по черепу облик погребенного там мужчины средних лет. Умерший был облачен в белые льняные одежды, орнаментированные тонкими красными полосками и золотыми нитями, расшитые разнообразными золотыми бляшками. В могилу также был опущен набор вооружения. Три копья, два меча, дротик, шлем, кожаный нагрудник. Здесь же находилось множество золотых изделий, в основном разнообразные бляшки, которыми, мол, была рассчита одежда. Из 1327 золотых вещей мавзолея 825 найдены в этом погребении. Это в основном мелкие золотые вещи, бляшки с одеждой, нагубники, наглазники, другие украшения. Рядом с каменной гробницей в полу были захоронения собаки четырех коней. Тут надо вспомнить, так сказать, раннескифские, так называемые, погребения. Необычное для поздних скифов разнообразие вооружения, беспрецедентное богатство конструкции могилы и тот факт, что именно на ней был возведен мавзолей. Не оставили у археологов сомнения, мол, мы имеем дело с захоронением царя. Дата погребения считается конец второго или начало первого века, так называемой до нашей эры, и позволял определить, что в мавзолее находится или Скилур, или его сын Палак. Однако, судя по писненным источникам, Скилур ко времени вуздия фандом должен был быть очень старым человеком. Поэтому считается, что больше оснований полагать, что в каменной гробнице похоронили Палака. Если это так, или Палака, если это так, то это очень интересно, но мы не будем верить всем этим утверждениям Ахеолога по одной причине, потому что все это было в иное время, и все эти столкновения, в той или иной степени, и коль были, они произошли, так сказать, совершенно в иную эпоху. Тоже, как видите, касается и саркофагов, и богатых, возможно, мавзолеев и так далее. И Баспор уже дает очень много интересных образцов погребательной культуры и погребений. В общем, если вы будете где-то в Эрмитаже или в Русском музее, там есть образцы, и как саркофагов, что доказывает о высоком мастерстве местных авторов, местных скульпторов и архитекторов, которые все это спроектировали. И если это были элины, то что ж, в этом государстве все могли работать, так сказать, только плати или приказывай, коль имеешь на то власть и волю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok